Сегодня мы завершаем разбираться с нейросетью Эйва. Поговорим о том, как писать собственную музыку, привлекая Эйва в качестве аранжировщика. И о редакторе, то есть сведении и мастеринге. Ну, про собственную музыку понятно, что это громко сказано, но вы можете задавать гармонию. А Эйва ее уже обыграет. Это у нас сделать трек из последовательности аккордов. Вы можете использовать какую-то свою старую гармонию из сохраненных, но мы, естественно, создадим новую. Выбираем стиль, и он предлагает свою гармоническую структуру. Ее можно послушать. Но не ожидайте, что композиция будет звучать так. Он будет добавлять инструменты, мелодии, обыгрывать эту структуру, но не меняя ее. А вот вы можете ее либо подправить, либо полностью переписать. И он будет следовать уже вашей структуре. Кстати, тут есть возможность составить промпт. Хотя я не понимаю, как можно описать музыку с помощью токенов. А, сами аккорды вы можете удлинять. В смысле, существующие. Вы можете какие-то удалять. Вы можете их изменять. Ну, то есть вы можете с ними делать все, что угодно. Ну, то есть, если вам нужен простой квадрат, просто все поудаляйте и оставьте 4 аккорда. Кстати, часто бывает неплохо. Значит, у нас здесь есть сеттингс. С этим мы уже знакомы. Стиль, темп, такт. И следующий шаг. Не нравится ему соль. Аккорд не должен быть короче, чем 1 бит. Вот так. Ой. Это он перегенерил аккорды. Не нажимайте generate, если вы написали собственные аккорды. А нажимайте next. Рискуйте потерять все, что придумали. Имя давать обязательно, даже если не собираетесь оставлять в качестве референса. И generate. Вот эта галочка отвечает за сохранение шаблона в вашем аккаунте. Все. Композиция готова. Слушать ее не будем. А создадим новый трек на основе шаблона. Вот так это делается. И я думаю, всякий, кто хоть раз держал в руках гитару, и кому больше 30, знает эти аккорды. Собственно, два идентичных квадрата. Темп 120. Размер 4 четверти. Кстати, по поводу музыки можно советоваться с нейросетями. Чат GPT мне, правда, отказался что-то рассказывать из авторского права. А вот Джемини честно все рассказал, но с аккордами он перемудрил. Сразу видно заграничная штуковина. Позорище. У нас каждый ребенок знает, как очистить палитуру. Значит, все. Что он сделает, неизвестно, но гармоническая структура будет вполне прогнозируемой. Ну, такое себе. Мы в 95-м на гитаре лучше играли эту песню. Значит, кроме создания из последовательности аккордов, тут еще есть создание шаг за шагом. И выглядит оно вполне впечатляюще, но не работает. Выглядит все красиво, но после того, как нажмете Generate, он все равно выдаст что-то свое. Поэтому степ-бай-степ отменяется. А вот место, где вы по-настоящему можете проявить себя как музыкант, это редактор. И к нему мы, собственно, и переходим. Значит, берем композицию и говорим о открыть в редакторе. У нас тут 4 дорожки. Дорожек может быть больше, в зависимости от количества инструментов. Каждую дорожку можно открыть и посмотреть, что на ней происходит. Это ударник. Ударник не очень интересен, поэтому откроем бас. Тут у нас ноты басовой партии. Буква S, соло, это значит, будет играть только эта дорожка. M, то есть Mute, значит, что именно она играть не будет. Ну, если нажмете. И вот басовая партия. И мы можем взять какую-то ноту и изменить. И эту изменить. А также мы можем ее удлинить, укоротить, удалить и так далее. Ну, тут лучше на аккордах это показывать. Вот у нас аккорды. Два одинаковых. Непорядок. Берем и меняем одну ноту в аккорде. Повыше. Ну вот, совсем другое дело. А тут пониже. Тоже ничего. Ну и так далее. Значит, кроме того, что вы можете удлинять и укорачивать существующие ноты, вы можете добавлять свои собственные, выбрав инструмент Pencil. Кроме написания нот, не забывайте, что перед вами, собственно, редактор. А значит, вы можете не только увеличивать и уменьшать громкость отдельных дорожек, или разводить их по разным каналам, но и кидать на отдельной дорожке всяческие эффекты. Типа Delay. А еще, и вот это прямо совсем хорошо, вы можете изменить как существующие музыкальные инструменты. Не нравится мне, например, этот дисторшн на гитаре, пусть будет чистая джазовая гитара. Дальше я уже не понимаю, что это. Но, кроме того, вы можете добавить к существующему инструменту какой-то дублирующий, у которого тоже есть своя регулировка громкости и разведение по каналу. То есть вы можете добавить, например, к соло-гитаре детский хор, а к басу, виолончели и так далее. Что-то поднять, что-то опустить по громкости, и все. Вы полноценный творец. Нажимаете сейв, тут лучше, наверное, сделать нормализацию, и трек готов. Но ведь и это еще не все. Я говорил, что на бесплатном тарифе вам дается три скачивания в месяц. Но ведь никто не запрещает вам записывать звук с компьютера. Любая программа для записи скринкастов подойдет, но я бы советовал вам OBS, потому что тут есть возможность записывать непережатый PCM. Например, в 24 бита. Хотя понятно, что сайт не отдает чистый WAV, но, по крайней мере, на повторном пережатии не будете терять. А значит, отсюда вы можете выгнать трек по дорожкам, вот прямо сколько инструментов, столько и отдельных дорожек, и сводить потом это все отдельно в профессиональной программе. Вытянув из этого плоского достаточно звука, что-то похожее на бог руки-ног Бориса Гребенчакова. Хотя это вряд ли. Гребенчаков бог. От него сияние исходит. Странно, что в принципе инструмент не очень сложный и насыщенный, но впервые такое ощущение, что не рассказал ни о чем. Ну то есть какое-то направление показал, но там такие глубины. Короче, я в восторге. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.